Отлично, ну что ж, отлично, да, ну что ж, спасибо. Итак, давайте мы будем приступать к нашему вебинару и тема нашего такого вебинара, который мы определили, как справиться со стрессом с помощью самогипноза. Сразу хочу сказать, что этот наш вебинар, можно так сказать, презентационный, рекламный, как угодно это можете называть, нашего большого курса антистресс, так сказать. Но кроме просто рекламы, я предлагаю, чтобы этот еще вебинар был и прагматически полезным. И вот такой у нас план замечается на нашем вебинаре сегодня. Наш вебинар займет, наверное, часа полтора с ответами на вопросы. Я, например, представлюсь, потому что я вижу, так сказать, знакомые имена и фамилии. И кто-то меня давно уже знает, а кто-то, может быть, впервые меня видит и присутствует на моем вебинаре, поэтому я расскажу о себе и еще одном ведущем, который будет принимать участие в большом вебинаре, который у нас стартует 28 сентября. Немножечко расскажем о стрессе, о его признаках, последствиях. Ну и, конечно же, уделим внимание рекомендациям прагматическим, как, так сказать, какими способами можно справиться со стрессом без лекарств, без каких-то медикаментов и специальных средств самостоятельно. И вот в завершающей части я расскажу поподробнее о нашем большом вебинаре, о программе, презентацию программы, что там будет в течение шести дней, шести встреч. Хотя я знаю, что-то я вижу, некоторые участвовали в этом вебинаре у нашем уже. Ну и в завершении, кому хватит терпения, я проведу небольшой сеанс релаксации, саморегуляции с такими настройками, спокойствия, такой антистресс, так сказать, сеанс. Для самых-самых терпеливых, кто дождется завершения вебинара, будет такое 15-минутное наше погружение. Итак, позволю представиться еще раз. Можете видеть меня на экране, можете на фотографии меня запечатлеть, увидеть. Меня зовут Михаил Копытов, Михаил Александрович. Я являюсь гипнологом, занимаюсь этим уже 2003 года, то есть уже более, так сказать, ну, 11 лет, занимаюсь тем, что провожу индивидуальные консультации в формате гипноза, гипнотерапии и помогаю людям справляться с различными, так сказать, сложными моментами в их жизни, с недугами и так далее. Ну, кроме консультаций, это основная моя деятельность, я еще провожу семинары, живые в виде формата, вебинаров, и также являюсь еще книгой и автором книги «Самогипноз. Активное самовнушение». То есть я вот достаточно много провожу еще семинаров по гипнозу, гипнотерапии и по саморегуляции. То есть как раз саморегуляции, самогипнозу посвящена эта моя книга. Кстати, в 2013 году эта книга стала бестселлером по версии интернет-магазина «Азон», то есть по продажам среди нехудожественной литературы. Это о себе. И второй наш ведущий, который появится, ну, вот на презентацию сегодня не будет, он появится на большом курсе, семинаре в завершающей части. Это Станислав, я, если проживаю в Томске, он живет в Омске. Томск, Омск, вот такие города, мы из Сибири. Он психолог, консультант, гипнолог тоже. И, кстати, одна из таких его основных областей интересов, это психология стресса, психотерапия, так сказать, посттравматических стрессовых расстройств и так далее. И вам, кстати, в завершающей части нашего большого вебинара, в завершающем уроке поделятся простыми, быстрыми техниками, так сказать, снижения уровня стресса, управления стрессом, когда вот какая-то острая стрессовая ситуация. Ну а в целом наш большой вебинар, мы потом к этому вернемся, основная идея это скорее профилактика и правильное реагирование на повседневные бытовые стрессы. Если, прежде чем рассуждать о стрессе, о борьбе с ним, я предлагаю сначала договориться, определиться, что же такое стресс. Потому что вот поставьте, пожалуйста, плюсик, кто знает, что такое стресс, да, или думать, что он знает, чтобы заодно обратную связь, чтобы я видел, как у нас скорость вещания, задержки там реагируете, ну насколько вы в этом осведомлены, что такое, кто знает, что такое стресс. Поставьте хотя бы плюсик или напишите. И да, слово стресс у многих сейчас в той или иной степени у современного человека на слуху, да, так сказать. И как я приводил пример в одном из своих, что даже там маленькие дети знают, что стресс, ну вот когда там мама с папой ругаются, и там что-то непонятное происходит, но вопрос в том, что часто достаточно люди понимают под словом стресс, что-то негативное, эмоциональное и негативное. Вот у кого такое представление, поставьте, пожалуйста, плюсик, что это, ну просто какие-то эмоциональные переживания, либо там негативные эмоциональные переживания. Чаще всего так большинство людей, быватели это представляют. Но на самом деле это совсем не так. Вернее, вот так, но еще вдобавок есть другая интересная составляющая. Дело в том, что стресс это не только эмоциональная какая-то наша реакция, а это в первую очередь физиологическая реакция, генетически заложенная в нас. И реакция абсолютно естественная такая, общая, адаптационная. И главная такая интересная особенность этой реакции, то, что она одинаковая, по сути дела. Неважно, каков стрессор там, да, какова причина его, какое событие, хорошее, плохое, организм реагирует одинаково. Как негативные события и переживания нас могут лишать сна. Вот у кого такое было, напишите. Да, было циферку один поставь. Было такое, что какие-то негативные переживания, ожидания, стрессы. И это лишало вас сна, аппетита и так далее. У кого такое было, хоть раз в жизни поставьте циферку один. Сердце как-то там неровно билось и так далее. Да, было. Да, 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 вот я вижу один. Но и позитивные события, как ни странно, могут тоже вызывать подобную реакцию нашего тела, нашего организма. Не знаю, там состояние влюбленности, да, там, какой, я не знаю, вы достигли там своей мечты, или вот там чего-то ожидаете, или совершили наконец-то там свою какую-то крупную покупку. И некоторых это тоже лишает сна, аппетита, там, да, как-то сердце неровно бьется. Но если это состояние какой-то там влюбленности, ощущение предвкушения чего-то необычного, приятного, то, несмотря на все это, схожие симптомы, человек оценивает, ну, все нормально. У кого такое было, тоже поставьте цифер два. Когда вполне позитивные события, там, день рождения, свидания, там, влюбленность, тоже лишали вас сна, аппетита, вы были какие-то рассеянные, несобранные, там, ну, и так далее. У кого такое было, поставьте цифер два. Да, совершенно верно. И идея заключается в том, что главная мысль, которую я хочу донести, что стресс это не плохо, не хорошо, и к этому буду еще возвращаться неоднократно. Многое зависит от того, как мы это оцениваем вот здесь. Хотя есть и другие определенные объективные причины. Это уровень воздействия какого-то фактора на нас и оценка внутри нас, вот, этой составляющей. И если говорить, грубо говоря, с точки зрения, просто бросив эмоциональную составляющую, вот, кстати, впервые, так сказать, стрессы и воздействия звучали просто на мышках, на крысках, да, еще в начале 20-го века. И было показано, что неважно, как их там бьют, током, морозит, морят голодом, еще что-то происходит, их организм реагирует одинаково. Неважно, вот, что там происходит. И даже если хорошие события, как ни странно, это тоже может вот, вот, человека вводиться. И главная идея, что стресс это адаптационный такой механизм на самом деле. И когда-то, давным-давно, я говорю, это генетически заложено, реакция формировалась у человека всего живого там миллион лет. И она была в целом когда-то, да и сейчас, полезной. Допустим, если там на вас бежит злая собака, вот такая картинка, вы моментально что, напрягаетесь, у вас сердце бьется чаще, там, дышите глубже, да, все тело, как сказать, оттачивается, сжимается, вы готовы к некой такой реакции, либо атаковать, либо убегать, либо куда-то отскочить. Или вас там, если чуть машина не сбила, моментально раз, собрались, куда-то отскочили. И это вполне нормально. Оказавшись перед какой-то опасностью, ваше тело, ваша физиология готовится к борьбе или к бегству. И там нужна такая физическая мобилизация. И такая реакция была очень эффективна в дикой пирогии. Как ни странно, мы возбуждаемся быстрее, чем успокаиваемся. Кто, может быть, замечал, знает, что, допустим, если добежать, опаздываем на электричку, в метро или на автобус, мы раз побежали, сердцебиение сразу участилось, а потом обратно пульс приходит в норму заметно медленный. Кто такое замечал, поставьте, пожалуйста, плюсик на себе. И поэтому реакция возбуждения, она более такая доминирующая. И это хорошо в природе, и больше шансов было выжить у наших далеких предков, те, которые быстрее возбуждались, но быстрее приходили в такое мобилизованное состояние, успокоиться, как-то сам уже успокоишься. Главное вот сейчас спасти жизнь. И в дикой природе, когда там в прошлом, это было полезно. Но, к сожалению, в современной жизни это может существенно вредить нашему здоровью. Почему? Дело в том, что если не происходят нормальные реакции, и, так сказать, естественно заложена природная реакция, это бегство, либо нападение, да, то, так сказать, в современной жизни, если там вы поругались с начальником, то там, не знаю, нападать на начальника, или тем более от него убегать, или у вас публичное выступление, или экзамен, ну, это бывает абсолютно неадекватно, правильно? Человек терпит, зажимает все это в себе. Кто-то на себе такое замечал, тоже поставьте плюсик. Не зря говорят, что стресс, да, стрессовое расстройство, это болезни вежливых людей, воспитанных людей, да, так сказать. Да, было. И вместо той реакции, естественно, физической, эмоциональной, выплеснуть, там, отреагировать как-то, часто люди это все в себе зажимают, держат, а мышцы напряжены, давление повышено, тонус сосудов изменился, да, то есть меньше, больше выделяется желудочного сока, да, соляная кислота, хуже работает иммунитет, потому что это вторично, по сравнению с спасением от физической опасности, да, давление повышено, да, тонус сосудов, так сказать, сосудов сужено, да, и все это мы напряжены, из-за этого там шея болит, там, плечи, там, еще что-то, и мы приходим домой после, там, тяжелого дня и ворочаемся в кровати, не можем уснуть, потому что мы не отреагировали. И в современной жизни почему это такая, я бы сказал, одно из активных, опасных, я бы сказал, явлений, почему? Потому что современная жизнь, с ее современными благами цивилизации лишают человека естественной физической активности, нагрузки, и раньше, там, да, стресс, да, с кем-то поругался, да, там, Тихон в зубе промолчал, он там, пока, там, до дома он пешком дошел, что-то там вытащил, что-то поделал руками, все, как бы, естественным образом, физически, так сказать, вот эти стрессы, в многом сжег. Сейчас же люди проснулись, оделись, там, ну, там, значит, там спустились, дошли до машины, сели в машину, доехали до работы, пришли на работу, сели за компьютером, везде не за компьютером сидят, так же обратно. Ну, а мало подвижно-активного брожения. Раньше, там, не знаю, там, лет даже, может быть, 20-30 назад, женщина, там, чтобы, там, постирать, там, белье, сколько сил, энергии нужно было. Сейчас закинул стиральную машинку, все, постирал, отжал, рука вытащи и поесть сушить, да. Если, кто вот такой помнит, да, поставьте циферку 3, чтобы обратно в связь у нас была, что-то. Да. То сейчас, отреагируйте, пожалуйста, циферкой, что я видел, то сейчас физической активности заметно меньше, да. Вот простой тест, некоторые люди даже, там, не знаю, 500-1000 шагов, там, в среднем не делают даже, то есть меньше километров в день проходят, представляете, то есть, ну, не надо, они на машине все делают, там, даже в магазин сесть на машине, мусорное ведро вынести, там, мусор, или то на машине, да. Поэтому, вот, естественным образом, человеку не получается сжечь стрессовые продукты, мало, такой активный, пассивный, сидячий, такой образ жизни. Если нет, где-то там, выплеснуть эмоции, да, некоторые бывают, конечно, на работе терпят, приходят домой, выплескивают эмоции. Кто-то там, пытается снять стресс, потребляя алкоголь, наркотики, еще что-то, но это не самый лучший способ, как вы понимаете. И, вот сейчас мы говорили больше, так сказать, о психологическом, можно сказать, стрессах, хотя, этих видов стрессоров, может быть, очень много, 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 они могут быть разные. Вот здесь, я на слайде привел, примеры этих, я бы так сказал, стрессоров. Что такое стрессор, это вот, некое событие, воздействие на вас, на ваш организм, на вашу психику, да, которое выводит, вот вашу, вашу психику, ваше тело, из равновесия. Именно стресс, еще раз такое определение, это реакция на любую нештатную ситуацию. И виды стрессоров, они могут быть какие? Физически, холод, жара, физическая нагрузка, неблагоприятная экологическая обстановка, токсины, какие-то инфекции, это все стрессоры. И, кстати, допустим, походу в баню, это стресс, согласны с этим? Сюда поставьте плюсик. Почему? Ну, очень просто. Это мощная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, когда вы там то в жар, то в холод, там паритесь, это большая нагрузка, да? И если мы ее оцениваем позитивно, хорошо, да? Если мы это негативно, мы это усугубляем. Занятие спортом, это тоже стресс, как и странно. И, как говорил Ницше, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Также здесь физическая нагрузка, если она адекватно на меня оценивается как позитивная, если мы, если мы, так сказать, эту физическую нагрузку держим в каких-то пределах нормы, допустим, у профессиональных спортсменов, у профессиональных бывает такой, понимаете, перетренировался, переутомился, да и в обычных людей это бывает, то это уже такой разрушающий стресс. Ну, к этому мы еще вернемся. Грубо говоря, есть два вида стресса. Какие? Два вида стресса. Это дистресс разрушающий, и второй вид это созидающий стресс. И главная идея, вот некоторые люди обчитываются, начитываются разных книжек по борьбе со стрессом, стресс-менеджментом, и ставят целью все, избавиться от всех стрессоров сразу и навсегда. Но, это утопичная идея, как ни странно, без них наша жизнь будет просто скучной. Потому что позитивный момент это стресс, негативный это стресс, и вопрос лишь в умении управлять этой реакцией, поддерживать уровень стресса, нужный уровень. Потому что, если уровень стресса высокий, это приводит к нашему разрушению. Если уровень стресса низкий, то тоже болезнь, депрессия, скучная жизнь, становится пресной, скучной, неинтересной, и так далее. Так сказать, и вот Александр Спар, получается, что одинаковые по интенсивности и времени противоположные чувства, к примеру, влюбленности, ненависти, одинаковые времена, с трудом верится, верится на его необычного человека, ведь даже говорят, любовь укрепляет, то есть получается, любовь тогда тоже надо как-то компенсировать, снимать стресс. Вопрос в чем? Вот мы как раз к этому и подойдем. Как раз вот сейчас я про это рассказываю, что и то, и другое и нужно, и полезно, и вопрос лишь в оценке ситуации на уровне логики. Это раз. А второе, это, я бы так сказал, в уровне, знаете, бывают там несчастная, влюбленность, так сказать, так сказать, бывает, что человек, ну, реалистично, влюбленности, вроде как, окрыленный, но он измотан, он не может нормально есть, спать и даже страдает, там, из-за этого. Поэтому все, как говорится, хорошо в миру, вот я бы так сказал. А некоторые люди считают, что влюбленность, это некий такой вид болезни, можно так сказать. Поэтому вопрос в чем? Все, вопрос именно вот мини управлять вот этим стрессором, да, уметь проводить стрессор, они есть разные. К этому еще вернемся. И вот, один из таких аспектов, это физические стрессоры, это психологические, допустим, это может быть просто заниженная самооценка, наши негативные мысли, и обидчивость, и раздражительность, и злость, ну, и прочие такие вещи. те события, которые мы оценим негативно. Знаете, как пример, так сказать, перстень Соломона, да, и на нем было написано, знаете, какая фраза, но многие помнят. Это обычная фраза, и это пройдет. И идея заключается, что с одной стороны не нужно становиться прям мега скучным, так сказать, потому что это тоже депрессия, это однообразие, это тоже разрушает. Стрессоры нам нужны, но вопрос в том, чтобы они оценивались нами адекватно, и в том, чтобы мы могли регулировать уровень этого стресса. И идея заключается, вот еще раз, вот разные, я говорю, стрессы, физические, психологические, социальные, да, там, философские, когда человек утрачивает смысл жизни, да, это вполне естественно. Допустим, знаете, я бы так даже разделил уровни, этажи стресса, это когда, там, банальное переутомление, недосыпание, это уже стресс, и, проявляется там, бессонница, просто усталость постоянно, и здесь, на этом уровне, легко с этим справиться, просто, отоспаться, да, так сказать, более-менее нормально. Следующее, это когда, там, человек уже становится, более раздражительным, нервным, да, там, рассеянное внимание, то есть, уже, не таки, затрагиваются, наши когнитивные, ментальные уровни, да, это уже проявляется на уровне мыслей, апатии, ну, все пропало, надоело, депрессии, так сказать, ничего не получится, все плохо, ну, и так далее. Ну, и на более глобальном уровне, когда человек, там, начинает уже, утрачивать смысл жизни, я бы так сказал, да, вот, философский, религиозный, так сказать, характер, и так далее, и так далее, и так далее, человек попадает в секту, или выцерковляется, или наоборот, теряет веру, или, знаете, вот, такой пример, в 90-е годы, очень много наших соотечественников, покидал родину, потому, что они видели, как на их глазах рушатся, все то, что они, там, полу своей жизни, всю жизнь, созидали, строили, делали, а тут меняется все, на глазах все рушится, менталитет и прочее, они покидали страну, не видели смысла, вот, в этом происходящем, находиться здесь, им было очень тяжело, на самом деле, там, люди, и вот, их стрессы разные, они воздействуют на разные, так сказать, уровни наших составляющих, но главная идея, такой вот, я бы сказал, составляющие, в том, что, вот, две, два, два таких, там, много разных стрессоров, можно, две составляющие, есть стрессоры, которые требуют, моментальной реакции, чтобы спасти, свою здоровье, там, жизнь, та, самая, естественно, врожденная реакция, беги, и ее не надо, никаким образом, задавливать, наоборот, это хороший, позитивный состав, на вас, там, несется автомобиль, не знаю, там, агрессивно настроенный человек, там, собака, и так далее, нужно реагировать адекватно, обороняться, либо убегать, и включать, вот, все возможное, что в тебе есть, вот, чтобы, это более правильно, более адекватно будет, там, нормально, собственно говоря, ну, по ситуации, конечно, бороться с своей жизнью, и другое, это, те виды стрессоров, которые не требуют, так сказать, физической реакции, символические стрессоры, да, ну, допустим, вы выступаете перед аудиторией, если человек непрофессиональный, там, актер, политик, там, телерадиоведущий, или педагог, то для многих людей, это будет являться, достаточно, серьезным стрессом, ну, вот, для меня это не сложно, да, вот, если возьмите, вы любого, уголого человека, и посадите его, перед камерой, там, попросите, взять интервью, и он будет, там, чувствовать себя, достаточно зажато, как-то, заикаться, неуверенность их вести, и так далее, может быть, даже просто на экзамен, вот, кто такой помнит, поставьте, пожалуйста, плюсик, или это, может быть, я не знаю, смена работы, вот, кто помнит момент, когда вы, там, впервые, там, приходили в новый класс, там, на учебу, в институте, или в группу, там, да, на новую работу выходили, да, и вы чувствовали себя, как-то неуверенно, зажато, или просто приезжали в абсолютно незнакомый город, переезжали, да, это уже тоже, вот, смена обстановки, это, что, уже нештатная ситуация, вот, стрессором является, любая, нештатная ситуация, к которой вы, не привыкли, и здесь все очень индивидуально, я говорю, для меня, общаться с аудиторией, это нормально, мне даже это интересно, приятно, а человек, который, допустим, этим не занимается, у него это будет стресс, какой-нибудь патологоанатом, ему, может быть, даже интересно, изучать причины смерти, так сказать, грубо говоря, там, что с этим, с этим покойником, не так, там, было при жизни, там, от чего он умер, а если, допустим, какой-нибудь обычный человек, не медик, там, далекий от этого, увидит, какие-нибудь, там, растерзанные тела, ну, для него это будет стресс, ему будет это, крайне неприятно, согласна? Сюда поставьте цифру, клади, и, это опять, включается, та важная составляющая, это, оценка, ситуации, происходящего, если в этой среде, в которой вы живете, находитесь, в этом, ну, что это, это нормально, да, то, вы быстренько тоже, в это, или если внутренне позовете, то, вы в это включаетесь, то, вы уже влияете на этот стресс, есть, я бы сказал, такие вот, две составляющие, стресс-то не стресс, вот, Александр про влюбленность спрашивал, да, про любовь, там, и так далее, это, две такие составляющие, это, оценка, первая, оценка, стрессовая ситуация, стрессора, если вы считаете, что любовь околеет вас здорово, это круто, это уже хорошо, а второе, второе, это, мощность этого воздействия, вот, как я с баней, приводил со спортом, да, банит, хорошо, ну, все хорошо в меру, если вы это позитивно оцениваете, если вы считаете, что баня это что-то неправильное, несправедливое, там, вредное, и вас заставляют туда идти, и вы там еще и перепарились, то все плохо будет, да, ну, даже те люди, которые считают, что это позитивно, могут перепариться, и уже будет плохо, или, допустим, есть люди, которые увлекаются обливанием, да, ну, холодной водой обливаются, там, с ним будет, и так далее, ну, в меру это хорошо, ну, как я говорю, Порфирий Иванов, в итоге это воспаление легких и умер, да, в меру, если вы оцениваете, что обливание это здорово, это круто, это хорошо, и адекватно к этому подходите, без, излишних, так сказать, увлечений, да, так сказать, то это будет на пользу вам, если вы занимаетесь физической нагрузкой, спортом, это хорошо, но хорошо в миру, если вы позитивно оцениваете, если вы с под палки, там, бегаете по стадиону, урезаете круги, или что-то делаете, я сомневаюсь, что это особо к вам в пользу пойдет, правильно, кто с этим согласен, поставьте плюсик, то есть вот, две бы такие составляющие, первонапер выделим, и, вот, так сказать, одна из, и одна из таких составляющих, это наша внутренняя реакция оценки, если мы на ситуацию реагируем, так не должно быть, это несправедливо, это плохо, и так далее, и так далее, и так далее, мы лишь в дальнейшем раскручиваем эту стрессовую реакцию, очень интересно, это одна из основных вещей, и уже в ответ за нашу оценку ситуации, включается эмоциональная составляющая, в ответ за эмоциональную физическую составляющую, и если мы не умеем на эту цепочку повлиять, снять стресс, то, к сожалению, это может приводить к определенным последствиям, это может влиять на наши памяти, внимание, мышление, наше эмоциональное состояние, наше тело, и считается, что в крупных городах, в мегаполисах, в разных странах, до 70% многих заболеваний, основная их причина, это эмоциональный стресс, эмоциональный стресс, из-за частых контактов с людьми, проводили такое достаточно, интересный эксперимент, на мышах, на белках, кстати, такое делали тоже, брали, клетку, обеспечивали всех там грызунов, так сказать, белок, так сказать, всем необходимым, еда, питание, там гнезда, чтобы на все хватало, то есть, еды, корма, там всего хватало, но, их там подсаживали больше, 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 и когда их в замклотном объеме, достигало большое достаточно количество, у них начинались конфликты, и они там не на жизнь, астрах просто друг друга истребляли, загрызали, и до тех пор это продолжалось, пока численность существенно не падала, то есть, не было хищников, не было инфекций, там проверяли прочее, там, да, еды, корма, все достаточно, все, гнезда есть, там отдельные коробочки, там норки, но, счастья почему-то нет, и вот, такая же ситуация, так не странно, у жителей крупных городов, когда вы стоите в пробках, когда вы там, извиняюсь, там, как эти, грызуны, там, в метро, там, потоком, таким, люди и так далее, частые контакты, общения и прочее, прочее, кто слышал про, так называемое, выгорание менеджеров, или психологов, там, кто слышал про такой, поставьте цифру, кладе, и вот те самые, даже частые, контакты, уже является стрессом, даже если там, позвонили по телефону, и у вас там, в день более, там, не знаю, 20-30 звонков, это уже много, почему, ну, потому что, приведу простой пример, исторически, большинство людей, много, часто общаться не приходилось, ну, допустим, представьте, там, лет 20-30 назад, обычный сельский житель, сколько раз за день, он там, может, с кем-то пообщаться, да, с незнакомым человеком, да, вот, про менеджер, и так далее, да, скорее всего, в лучшем случае, там, один, да, даже интересно, а так, вот, насельчанин, ну, там, увидел, там, ну, 5-10 человек за день, ну, поприветствую, даже, все, а тут, я не знаю, как сейчас выделяет, мы слышим в советское время, выделяли, там, те, кто работали оператором, прочее, что, там, диспетчером, что, там, до 50-70 процентов рабочего времени, в режиме диалога, там, прям, такая формулировка была, им даже дополнительно доплачивали за это, потому что, ну, действительно, утомляет, как ни странно, не всякий человек, допустим, может, выслушивать, работать терапевтом, да, выслушал, там, вот, вся, там, подумал еще, прочее, менеджером, там, по продажам, по телефону, на телефоне сидит, и так далее, там, ну, кто, может быть, работал, напишите, да, дайте вот, если слышит это, это уже стрессор, собственно говоря, определенный, и, да, слышали это такое, и вот, признаков стрессора, стрессов, может быть, стресса, может быть, очень много, да, знакомые работали, допустим, это может быть, на когнитивные процессы может влиять, это может быть, забывчивость, неорганизованность, там, хаотичность, какой-то там, трудно сосредоточиться на чем-то, внимание, трудно принять решение, где-то пессимизм, тревога, апатия, может быть, даже, там, нарушение снастного, что-то там снится, не могу уснуть, и так далее, это на эмоции влияет, мы более отражительны, вспыльчиво становимся, некоторый вот, пример такой, может быть, тоже слышали, такая, не знаю, правда, не правда, легенда, миф, что в некоторых японских компаниях было и есть, там, чучева начальника, да, там, и вот, работник, уходя домой, может зайти в эту комнату, там, резиновый чучева начальника, может высказать все своему начальнику, все, что он о нем думает, я слышал, что якобы в Японии такое, высказать все, что он думает о своем начальнике, отдубасить его как следует, и спокойно идти домой, то есть, что, реализовать свою реакцию, бей, беги, грубо говоря, да, а не так, как некоторые, приходят домой, и потом, вот, начальник козел, там, пятое, десятое, еще несут негативные эмоции домой, и там, что закатывают, разные там, скандалы, разборки, да, да, ну вот, Людмила пишет, в клинике работают, приемом 25-30 детей, соответственно, стоят уже родители, ну вот, напишите, каково вам, я, особенно если с детьми, я знаю, что это намного сложнее, они более эмоциональные, экспрессивные, чаще кричат, беспокоенные родители, там, я считаю, что работа врача, педиатра, это сложнее, чем врача, терапевта, чисто даже эмоционально, вот, точно знаю, вот, не таким образом, и, если говорить, про, эмоциональную, такую составляющую, мы говорили, да, да, несомненно, тоже проявляется, один из таких, ну, я говорю, что еще с родителями, там, весьма, сложно, потому что, они там, переживают, так далее, своих чат, по 10 раз, на все объяснять, и так далее, совершенно верно, так вот, но еще и физические, симптомы, я их не случайно, расположу, последовательства, генитивные, эмоциональные, физические, это усталость, вялость, слабость, так сказать, когда наш иммунитет ослабляется, и мы там чаще простываем, проблеваем желудочно-кишечным трактом, некая, там, боли в шее, мышцы, боли от позвоночника, так далее, давление повышенное, все это, вот, в конечном счете, если мы долго на это не обращаем внимания, может приводить, весьма, так сказать, печальным последствиям, такая картинка, после дела, стресс влияет на все, допустим, если мы не умеем длительное время реализовать стресс, то, что, допустим, состояние стресса, так сказать, нарушается, так сказать, что, допустим, ну, повышается артериальное давление, метод у нас сосудов, мышцы напряжены скелетными, мы готовимся к физической активности, да, так сказать, если длительно это проявляется, то, что могут быть головные боли, там, челюсти будут из зажатых, мы с шеей, трапеция, спина, там, да, может, это реалистично, состояние стресса, это, естественно, когда вы, что-то, были напуганы, возбуждены, что происходит, мы там, больше, извиняюсь, потеем, да, больше, секрета кожного выделяется, сосуды, вот, подковы, так сказать, которые расположены близко к коже, они, наоборот, сужаются, это, естественно, что больше крови нужно к мышцам, ну, и, чтобы обезопасить, легких травм, чтобы уменьшить шоковое течение, да, это влияет на упорно-двигательный мышц, аппарат, на мышцы, суставы, да, потому что, когда мы, постоянное напряжение, допустим, у некоторых людей, реалистично начинают болеть колени, особенно, из-за пассивного образа жизни, когда они малы, сидят, нарушается, вот, так называемый, тонус, вот, так сказать, вот, мышечного каркаса, да, вот, пожалуйста, такие вещи, да, повышенное давление, проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, мы говорим, сосуды, допустим, питающие желудочно-кишечный тракт, они сужаются, потому что, опять же, кровь нужна больше к скелетным мышцам, да, но при этом больше выделяется, что? Жудочного сока. Стресс, пагубно, стресс влияет на иммунную систему, сочетание сразу некоторых вещей, спазм, сосудов, желудочно-кишечного тракта, да, больше выделяется желудочного сока, хуже работает иммунная система, если вот почти 70% населения заражены, хелиобактерис, есть такая бацилла, пожалуйста, все вместе, все факторы, заполучите гастриты и язвы, вот, кстати, раньше не случайно говорили, что там язвы, гастриты от нервов, но не только от нервов, тут несколько факторов, надо, чтобы человек был инфицирован вот этим, а большинство населения, это и так, как инфицировано, и вот это по такой длинной цепочке развивается, и да, это реалистично, не просто от нервов, а вот, да, иммунная система, да, вот это, то-то, то-то и то-то, пожалуйста, что еще, так сказать, вот все эти факторы, в целом, да, это влияет на нас, вот, и Александр пишет, а как научиться дистанцироваться от ситуации, мне тоже очень напрягает, чрезмерное общение, хотя вроде ничего особенного, обычно разговор, вроде бы, но я увлекаюсь, и соответственно, реагирую, можно ли что-то посоветовать, да, мы посоветуем, ну, как говорится, я долго запрягаю, да, мы быстро поедем, немножечко переходим к советам, что же с этим делать, да, как, куда, куда, куда жить-то как, и я говорил, что даже если вы не общаетесь, там, долго с человеком, а просто поприветствовали, привет, там, или вот, просто даже, другой пример, почему высокая плотность населения является одним из стрессов, вот, напишите, пожалуйста, как вы себя чувствуете, ведете, когда входит в переполненный вагон метро, или вы едете в тесном лифте, и туда еще заходят один или два человека, напишите прямо, что с вами происходит, как вы себя ощущаете, как вы себя ведете, да, какие ваши там жесты, взгляд, вот, что происходит с вами, напишите, когда ваше личное пространство, ну, вдруг внедряется кто-то, совершенно верно, напряжение, ну, кто-то чувствует все равно, но, знаете, говорит, все равно, ну, кто-то там, отводите взгляд или нет, сможет его вниз или на потолок, или спокойно, так же, как ехали, смотрят туда же, тоже напишите, пожалуйста, божество людей, там, начинает, так, делать туда, куда-то, смотрите, потому, что, они пытаются, избежать, этого контакта, не пытаются, вот, дистанцироваться, от этого контакта с другим человеком, да, поэтому, все-таки, что-то происходит, так или иначе, да, 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 совершенно верно, вот Александр пишет, такое присутствие, но это еще почему происходит, потому что, ну, в нашей культуре, не принято молчать, нужно что-то говорить, да, вот именно из-за этого, отчасти, такое, давайте немножечко поговорим, и наглядно разберем, так сказать, простые способы реализации стресса, ну, и некоторые советы, что можно как сделать, наглядно это разбираем. Первое, это, вполне такое естественное, это прямое реагирование, ну, грубо говоря, на вас кричат, вы кричите, да, так сказать, это не всегда возможно, и не всегда это является выходом, и ситуации, хотя, хочу сказать, что, привести такой пример, ну, как некоторые исследователи, авторы, там, утверждают, что, например, там, не знаю, солдаты, которые пассивно находятся под обстрелом, эмоциональные, даже физически внутренне, перегорают, страдают больше, чем те, кто, активно участвуют в перестрелке. Почему? Вот тот пример, прямое реагирование. Одно дело, ты как-то боишься за свою жизнь, как-то физически, ты внешне реализуешь, и другое, ты пассивен, и все, от тебя ничего не зависит, это человеку внутренне всегда тяжелее воспринимается. Но это не всегда возможно, да, как мы говорили, и на гряде случаев это может быть чревато, да, если человек какой-то не совсем адекватный, так же ему отвечать, не совсем это бывает правильно. Но, если есть такая возможность, да, в целом, вы можете это сделать в вежливой форме, иначе надо орать на кого-то и так далее, а вы говорите, знаете, уважаемый, вы делаете так-то, так-то и так-то, но, это на меня действует таким-то образом, можно ли вас попросить реагировать, поступать, делать как-то по-другому, это уже будет некое такое отреагирование, вы не пассивны, вы вполне как цивилизован, человек воспитанный, предприняли какие-то там действия, шаги. Если человек еще как-то пошел на контакт, как-то позитивно отреагировал, и тем самым разрядили ситуацию, уже стресс, согласитесь, я всегда поставьте, пожалуйста, плюс. Но, если нет, ну, усугублять конфликт, общаться с этим человеком, наверное, смысла вообще и нет, собственно говоря, и вы просто изменить отношение к этому человеку, дистанцироваться с него, либо так далее, если это есть, конечно, возможно. Иногда такой возможности, к сожалению, бывает и нет, да, если это, какой-то там, ваш, не знаю, родственник, коллега по работе, только если сменить работу, да, начальник и так далее. Поэтому, чаще здесь начинает идти речь о косвенном реагировании. Когда, вы, может быть, там промолчали, но зато там, излили душу своему товарищу, на кухне, там, поплакали жилетку, да, там, вот у нас начальник, такой козел, там, редиска и так далее. Вы это реагировали, или там, как вот про японцев мы рассказывали байку, пришли домой, взяли подушку и отквашматили ее, что есть силы, да, вот, выпустили пар, представляя, как вы все это, или, вот, как-то отреагировали, выпустили куда-то, там, пожаловались кому-то, высказались, там, в дневнике, там, бьете, там, пишете, что-то там у себя и так далее. Это и есть косвенное реагирование. И бывает мы порой даже не понимаем истинных причин стрессоров, кстати, люди бывают этого и не замечают иногда, они на автомате реагируют, да, вот серьезно говорю. Есть такая интересная рекомендация, как, я даю эту рекомендацию на большом, такое задание на большом нашем курсе, антистресс, вести журнал, стрессор, стрессор. И люди зачастую просто не замечают в своем внутреннем состоянии, как они реагируют. допустим, одно из таких заданий, каждый час, каждые полчаса отмечать, как я себя чувствую, эмоционально, физически, о чем думаю, какие события были, вот за прошедший час, полчаса, и как я на них реагировал. Некоторые люди, допустим, реагируют зачастую на автомате, этого даже не замечают. Все симптомы стресса есть, а человек говорит, ну у меня нет никаких стрессов, я более-менее все спокойно, да, но не замечает, как он там, попав в пробку, материт всех, что здесь собрались, и там переживает, что напаздывает на работу, напрягается. Вроде бы ситуация спокойная, но он сам ее раскручивает внутренне. Раза-раза, вот эти мелкие хронические стрессы постепенно расшатывают психику. И какой ситуации, вот Светлана, так сказать, стоит стремиться, поначалу стоит стремиться к нейтральной, такой, ну это нормально, это пройдет, это хорошо. То есть можно позволить себе там как-то отреагировать, не зажимать эти эмоции, но с другой стороны, позволить ему идти и внутренне про себя, в первую очередь, что да, вот что бы ни происходило, это норма, и многие вещи, события, они исключительно находятся из-за нашей оценки. И часто, знаете, вот бывают люди, там, не знаю, там, из-за того, что попали в пробку, из-за того, что они там запланировали какую-то покупку, она у них сорвалась, или там, вот он, так сказать, и там кто-то уже, там, что-то там, вот, так сказать, из-за банальных вещей, на тему, там, не знаю, испорченных ботинок, там, или слегка поцарапанной машины, там, начинает переживать так, будто бы у них там умер близкий человек, или там, все, эпидемии голод надвигается. Надо сказать, да, если нет некоторого навыка, то сложно отпустить эти эмоции какие-то, но тем не менее, вопрос вот об этом мы сейчас поговорим чуть более детально. Следующее, это изменить поведение и отношение к событию, если вы его выявили. И вот здесь вот тоже, вот как отпустить, что изменить, как это можно сделать. И знаете, допустим, вот если вы там, не знаю, каждый день ездите на работу по одной и той же дороге, и почти каждый второй день, или каждый день попадаете в пробку, то стоит задаться вопросом, что я с этим могу сделать, так сказать, какие рациональные пути и шаги я могу предпринять, как бы я себя хотел чувствовать в этой ситуации, как я могу быть более спокойным в этой ситуации, как я могу использовать больше с пользой. И, допустим, если, можно ли там найти, я не знаю, найти объездные там возможности, пути, ездить раньше другим транспортом, или вместо того, чтобы ехать сработать домой, там и торчать в пробке, может быть, найти какой-нибудь спортзал рядом с вашей работой, вместо того, чтобы там, не знаю, пару часов потеть в пробке, лучше сходить попотеть с удовольствием там в какой-нибудь тренажерный зал, или как-то с пользой для себя провести это время, а потом побыстрее, проще добраться до дома. Ну, это к примеру, да, как изменить поведение. И когда вы выписываете сначала журналы типичных ваших стрессов, иногда удивительно такой вот важный момент, чаще всего и больше всего люди страдают не от каких-то мегаглобальных стрессов, а от хронических стрессов, бытовых стрессов и так далее. И вот таких глобальных стрессов люди сами иногда хотят позитивно, отправиться в путешествие, заплачивать какое-то приключение, да, у кого такое было, поставьте плюсик, а на самом деле перелет куда-нибудь, путешествия, смена часовых поясов, климата, питания, да всего, культура, это огромный стресс. Но мы сами этого хотим, чтобы вырваться из рутинной повседневности и так далее, да, то есть встряска нам даже самим нужна, вопрос лишь правильной оценки ситуации, нам нужно, чтобы что-то менялось. Почему? Да потому, что наш организм, наша психика, тысячелетия, миллионы лет, формировались в условиях постоянного стрессора, выживания. Это сейчас жизнь стала тепличной, да, нам не нужно тяжело физически трудиться, сто лет назад, выживание людей во многом зависело от постоянного тяжелого физического труда. Людям приходилось много трудиться, преодолевать инфекции, заразы, эпидемии, раньше, если человек простыл, воспаление легких, это уже вопрос жизни и смерти, это сейчас, ничего страшного, пневмония, воспаление легких, и тебя вылечим, человек это воспринимает спокойно, это уже голод, пожар, наводнение, воины и так далее. Да и сейчас, кстати, если посмотреть, там, матушка Россия большая, так сказать, в отдаленных, у меня у нас даже в Сибири, я сам в Сибири, приезжаешь в какую-нибудь небольшую деревню, там реалистично, света нет, дорог нет, живут натуральным хозяйством, все на себе, на своем горбу, и эти люди там с утра до вечера круглый год трудятся, зимой там снег почистить, дрова наковать, воду наносить, там скотину вырвнуть, загнать, надоить, постоянно что-то происходит, там постоянно какие-то ЧП, не знаю, там, и постоянно требуют некой такой активности, но люди, но люди, живущие в такой местности, как ни странно, намного реже страдают стрессовыми расстройствами, почему? Из-за постоянной физической активности, хотя у них там, я хочу сказать, стрессоров больше, чем у городских жителей, ну, может быть, меньше там информационных, от контакта, от общения с людьми, и так далее, но в плане таких физических, куда больше. И идея заключается, если говорить про изменение поведения, отношения к событию, сначала вы выписываете, что с вами происходит, в течение дня, где вы, что там, как вы себя чувствуете на работе, до работы, иногда человек говорит, ну, какой там стресс, вопросов, но отправляясь в кабинет начальнику, может быть, это раньше не означало, почему-то сердечко начинает биться чаще, возникают такие мысли, ну, вот, блин, опять, там, что-то будет спрашивать, то-то-то-то-то, или, когда вы собираетесь позвонить клиенту, какие мысли, какие эмоции, что, прям просто, легко взяли, позвонили, или вы как-то напрягаетесь, откладываете звонок, да ну, да потом, да еще как-то, значит, все-таки что-то за этим есть, какие-то эмоции, переживания, волнения, уверенности, еще что-то, это стоит обратить внимание, и сначала признать, что да, это есть, это присутствует, да, бывает, что, да, и сосед перфораста за стенкой, там, любит заниматься ремонтом, вечером, и, там, и погода не та, и все не нравится, и этот телевизор, там, всякую чернуху, показывают, что-то в новостях, и непонятно, что мы лишний раз дергаемся, вот знаете, я вообще телевизор не смотрю, как, к сожалению, не помню фамилию, одного американского политика, он говорит, избавьтесь от трех вещей, вашей жизни, вашей жизни станет намного лучше, это, кредитная карта, никогда не пользуйтесь ей, от своего личного автомобиля, и, третья от телевизора, вот, три вещи, которые, так сказать, делают нашу жизнь, более насыщенно стрессорами, переживаниями, и прочими болячками, это вот такая, следующее, это реваксация, используя навыки, самогипноза, аутотренинга, медитации, мы можем, нас не зря называется, как справиться со стрессом, с помощью самогипноза, мы можем, снять, эмоциональные, физические, даже, когнитивные, симптомы стресса, если в состоянии стресса, мы напряжены, волнуемся, раздражительны, да, так сказать, мы психотично бегаем, во все стороны, да, то в состоянии реваксации, наше тело, мышцы расслабляются, биение сердца замедляется, наше эмоциональное и физическое, так сказать, проявление, да, тело, разум и эмоции взаимосвязаны, и расслабляется наше тело, уходят негативные эмоции, переживания, успокаиваются мысли, ну, кто, может быть, замечал, что после массажа, после бани, хотя мы, вроде как, психотерапевту, психологу, никуда не ходили, да, ну, как-то на душе спокойно, и мысли равнее текут, вот, кто такое замечал на себе, поставьте циферку, а где, после хорошего массажа, после бани, у кого такое было, пожалуйста, да, это и есть, и это очень тесно взаимосвязано, конечно, массаж, бани, это хорошо, но это много времени съедает, да, так иначе, а вот этот навык, который я рекомендую освоить, и, кстати, это мы будем в первую очередь осваивать в нашем большом курсе, позволяет снимать напряжение в нашем теле очень быстро, если мы своим навыком можем в течение 10-15 минут повести себя в норму, нам достаточно, там, не знаю, сесть в машине, откинуть кресло, закрыть глаза, даже сидя в автобусе, или там на рабочем месте, в обеденный перерыв, запереться в кабинете, да, и спокойно расположиться в кресле, вы можете быстро приводить себя в норму, успокаивать нервы, снимать напряжение, снимать головные боли, повышенное давление, симптомы вот этого остается, и так далее. что еще, это закалка, что я под этим подразумеваю, знаете, спортом, обливание, все это, уже благоприятно действует, и следующий немаловажный факт, есть такой психологический, часто человек от стрессоров пытается избежать бегства, ну, знаете, как не всегда, такого можно убежать, дистанцироваться, и, мне кажется, наоборот, если мы находим силы, делаем шаг вперед, все, что нас не убивает, как говорили у Ниши, делает нас сильнее, даже просто обливание холодной водой, делает нас более стрессоустойчивыми, я говорю, стрессо-реакция, она одинаковая, если мы это делаем регулярно, мы более адаптивны вообще к таким вот проявлениям, к такой реакции становимся, знаете, спортом, как я говорю, почему? Я в том, что, естественно, физическая нагрузка сжигает наши стрессовые такие продукты, гормоны стресса, про которые мы говорили, и можно, конечно, разным там стресс-менеджментом и прочее заниматься, это нужно, вот тот журнал, который, я говорю, стрессов, на большом курсе его ведем, но если вас прям там трясетка вашматит, да, настолько это стресс, то, прежде чем там, медитировать, там, вести всякие журналы и прочее, достаточно просто, как-то подвигаться приятно, активно, побегать, потанцевать, поприседать, вот, это более, мне кажется, продуктивно будет, чем другие, какие-то физические действия, поколотить подушку, в конце концов, это более естественно для нашего организма, для нашей психики, чтобы естественным путем, сжечь физиологически, где стрессовый продукт, если эта идея понятна, то поставьте, пожалуйста, плюсики, поставьте, пожалуйста, плюсики, да, я вижу, плюсики, вот, для, позволю, для закрепления, некоторых таких наших, мыслей, последних, одних завершающих, слайдов, это тема, перейдем, так сказать, и к медитации, мы поговорим, вот, такой вот, обобщающий слайд, интегрирующий, мне эта схемка, очень нравится, здесь, я написал, модель психологического, стресса, я говорил, что реакция на стресс, зависит от силы воздействия, и от оценки, и вот, про силу, если все понятно, да, что умеренный стресс, нам нужен, всегда, да, какие-то умеренные нагрузки, физически, эмоционально, активно, потому что, наше тело, миллионы тысячелетий, формировалось, в условиях, постоянной физической нагрузки, труда, там, добывать все на жизнь, охотиться, обороняться, и так далее, если эта идея тоже понятна, поставьте там, циферку 1, первая идея, трессер нам нужен, физически, эмоционально, умеренный, полезно, если его нет, то скука, депрессия, все, отсутствие нагрузки, вот даже, как я говорил, про малопассивный образ жизни, подвижный образ жизни, пассивный образ жизни, что это уже плохо, это разрушает, если вы согласны, что да, двигаться физически, это нужно, это в целом, полезно, это заложено, требуется в нашем моменте, то поставьте циферку 2, еще одна такая идея, которую вы хотели бы нести, и третья, это, третья идея, вытекающая с первого, это реакция, оценка события, вот тот самый, перстень Соломона, и это пройдет, именно оценка события, запускает психологический стресс, вот такая цепочка, длинные события, не знаю, любое событие, какое может быть, случается в вашей жизни, вызывает такую, стрессовую реакцию, просто поставьте, напишите, напишите, вот, к примеру, какой-нибудь, вашей стрессовой ситуации, реакции, которая может быть, когда-то с вами была, ну, допустим, не знаю, какая, застряли в лифте, опоздали на работу, не знаю, что там, могло такое произойти, напишите, какой-то свой пример, дайте, знаете, вот, пример, то есть, что, какое-нибудь событие, ну, чтобы наглядно разобрали, давай, есть событие какое-нибудь, люди вокруг нервничают, и я начинаю, заражаюсь, ну, вот, событие, то есть, вы видите, там, каких-то, людей, да, и если вы внутренне оцениваете это событие, что так не должно быть, или, эти люди не нравятся, это там, что-то негативное, ну, и вот, и напиши, там, смерть какого-то человека, может быть, близкого, да, если вы расцениваете, что этого не может быть, это неправильно, это несправедливо, оцениваете событие, это так, то, вслед за этим событием, и оценка этого события, вы запускаете эмоции, соответствующие, эмоции, негативные, либо позитивные, если какое-то позитивное событие, вслед за эмоциями реагирует наше тело, каким образом, вот сейчас, представьте дольку сочного лимона, секунд, 5-15, представляю, дольку сочного лимона, и, что с вами произойдет через некоторое время, напишите, пожалуйста, скорее всего, если вы, становится кислый, во рту начинается удивляться, слюна, хотя лимона нет, а слюна выделяется, почему? Потому что, наше мышление, воображение, эмоции и тело, они связаны, да, ничего-то с людьми, также здесь эмоция запускает физиологическую реакцию, и, может быть, да, так, нехватка, и человек дает изменение жизни, напоминает постоянно, дискомфорт, даже орунитирует, да, и, допустим, если человек, там, не знаю, попал, не знаю, в ДТП легкое, да, не знаю, потерял какую-то вещь, ну, не знаю, что там, что-нибудь такое там, да, и он оценит, это плохо, начинает эмоционально реагировать, переживать, запускает физиологическую реакцию, эмоция, там, не важно, какая там, просто эмоция, здесь плюс или минус, запускает реакцию, будто бы, не знаю, там, ну, не знаю, на него там, кто-то нападает, и есть реальная физическая угроза, а ее нет, но человек реагирует, там, не знаю, на голод, на пожар, или там, она там, мечтала купить платье в обеденный, вот, перерыв, но кто-то ее купил, и она расстроилась за это, на весь там день, на полдня, так, будто бы, я не знаю, там, я не знаю, произошло наводнение, или пожар, и вот эта цепочка события, оценка эмоций, физиологии, если мы долго не умеем с ней совладать, то и, соответствующим, последствия состояния здоровья, это такая модель цепочка, и зачем я эту мысль идеи, вот, если эта мысль идеи понятна, то, зачем я доношу, сейчас я объясню, грубо говоря, комплексный стресс менеджмент, можем так это называть, управление стрессом, заключается вот в этой идее, запечатленном этом свете, мы можем воздействовать, воздействовать на, так сказать, на эту цепочку комплексно, допустим, мы можем влиять на оценку ситуации на уровне интеллекта, погружая в состояние, к примеру, самогипноза, то, чем мы обучаем в большом курсе, вы можете давать себе установки мыслей, вот тут я писал, что, ну, как же повлиять на свои эмоции, живущие в душе, в своих мыслях, мы можем влиять, в состоянии самогипноза, мы более внушаемы, мы более гибки, мы более податливы, мы можем влиять на ход своих мыслей, озвучивая там, внушения, аффирмации, установки, тем образом, мы их закрепляем, мы можем влиять на оценку событий, и даже без самогипноза, если мы себе везде, вот как перстень Соломона, записки мыслей, что доведем журнал стрессов, и на события, прежде чем говорить, о, думать, о, ужас, о, кошмар, что там начинать накручивать, мы про себя говорим, и это норма, да, вот, бывает хуже, да, если мы оценим, что вот, если мы вообще живы еще, да, значит, еще не совсем все плохо, да, если более-менее живы-здоровы, значит, все хорошо уже, это, если мы пытаемся задать более нейтральную оценку события, так сказать, это, конечно, не сразу, но постепенно, поэтапно, если мы это закрепляем, то, мы можем влиять вот на такую составляющую, в некоторых случаях, да, нужно влиять на оценку события, вот именно так, и часто это сложно выявить, свои такие мысли, полезно вести такой журнал, ну, можно таки, следующее, если реакция уже запущена, и мы чувствуем какую-то раздражительность, злость, обиду, что-то еще такое, да, то погружается в состояние реваксации, медитации, мы можем, мы в состоянии обычной в состоянии медитации, реваксация более спокойная, уверенная, расслабленная, мы можем снимать эти симптомы, вот одна из составляющих, или если уж, да, мир нейтрален, или если, к примеру, эмоции там, льются через край, то можем поколотить подушку, прокричаться в подушку, там, как-то, эмоционально, отреагировать косвенно, если там, не знаю, уже сердце заходит, нас прям, реально, физически колотит, то, лучший способ, не знаю, поприседать, поколоть дрова, если вы там, в деревне есть такая возможность, значит, проделать какую-то физическую активность, а не сидеть на месте и кипеть, да, там, накручивать больше, больше, больше мыслей, любая физическая нагрузка, уже позволит, там, отключить, хотя бы, на время мысли, и направить эмоции, нужно более-менее русло, вот такая, но, если уже, извиняюсь, какие-то есть последствия, то, лучше самолечением не заниматься, да, препаратами, кажется, иногда даже быстрее, позволяют с этим справиться, так сказать, или, если вы, к врачам обращаешь, чтобы вы обращались в этом случае, если уже там есть серьезные последствия, так сказать, следствия длительного стресса, то симптомы иногда сложно бывают, саму с ними не совпадают, тем не менее, это тоже возможно, просто на глубже смотреть, откуда, как они идут, идея, как раз, комплексной модели заключается в том, что мы можем оценивать уровень своего стресса, и силу его воздействия на нас, по этой вот такой модели, если вот эта идея понятна, то поставьте циферку 3, как третья идея, которая хотела бы нести до вас. И, в зависимости, на каком мы уровне сейчас находимся, мы можем использовать разные инструменты, и хочу сказать, на примере этой схемы нету универсальных методов. Для каждого человека, для каждого такой ситуации, он индивидуальный, он будет комплексный, бывает множественные стрессы, но чаще всего, допустим, например, даже панические атаки, одна из причин считается, что длительный хронический стресс. Многие такие психологические причины, вследствие длительных хронических стрессов, заниженной самооценки и так далее. И бывает и комплексно, собственно говоря, и оценка ситуации и так далее, но чаще всего, вот чаще всего, все начинается именно с оценки события происходящего. Мы этого почти даже иногда не замечаем. И вот мне нравится такая картиночка, посмотрите на нее внимательно, пожалуйста, фотография. Пожалуйста, напишите. Такая закрепляющая, интеллирующая картинка, что вы на ней видите, что вы на этой картинке замечаете. Напишите, пожалуйста, ну или просто хотя бы про себя продумайте, что вы видите. Прокомментируйте, пожалуйста. посмотрите внимательно, пожалуйста. Да-да-да, вот один в радостной, другая в ужасе. Правильно, да? Ну или что еще? Пожалуйста, прокомментируйте. Страх и восторг, пишет Юлия. Да, совершенно верно. Тандем, инструкция, наверное, и ученицы. Да, но только смотрите, ситуация одна и та же, оба вот покидают борт самолета. Ситуация, вот на шаг назад возвращаемся, события, видите, события, видите свадьбик, события, всегда поставьте плюсик, ну, первый пунктик, плюсик поставьте, пожалуйста, отреагируйте. События-то одно и то же, самолет один и тот же, да, правильно, связка одна, они в одно и то же время в одном и том же месте в пространстве находятся, правильно? Но, но, у всех разные оценки и реакции, и инструктор, скорее всего, инструкторы, скорее всего, опытные, так сказать, я хочу сказать, что они могут даже не контролировать ситуацию, прыжки, если, так сказать, там, за колечко не дергают, а их сразу, там, выдергивается, оно само, так сказать, так что, могут и не контролировать ситуацию, на самом деле, вот, и один, у одного оценка события, ну, это у меня, там, 100 какой-то там уже, там, так сказать, 100 какой-то, прыжок, и так далее, у него уже есть опыт и оценка ситуации, это не что-то такое, сверх необычное, ну, это там, 100 какой-то, 200 какой-то прыжок, и он оценивает это, ровно, спокойно, нейтрально, правильно, это нормально, он оценивает, хотя, хотя, есть люди, которых даже, там, десятый раз, прыжок бросают, если они считают, что это ненормально, это неестественно, так не должно быть, у них, даже, наличие опыта, может только еще усугублять, люди, которые боятся собак, которых, там, один раз в жизни, там, собака, может, покусала, они могут, там, это может прирасти, просто фобию, вот, такой, некий, первичный стрессор, и потом, чем больше он видит этих собак, тем больше, больше эта фобия может развиваться, почему, потому что, внутри он оценит эту ситуацию, как, что-то ужасное, опасное для его жизни, здоровья, так что, не только опыт, а оценка ситуации, есть, и вот, смотри, шаг назад, событие одно и то же, оценка события, что, равное, правильно, и для одного, это, может быть, даже восторг и радость, ему это может быть, нравится, а у другого, страх и ужас, да, третье, что, эмоции, да, вот мы писали, одна в ужасе, а другой, прям, вполне, мне кажется, по его лицу, он достаточно расслаблен, как вы считаете, всегда поставьте плюсик, эмоционально, да и физически, посмотрите, пожалуйста, на шею, да, вот, шея девушки, видите, прямо видно, мышцы шеи, грудные мышцы, даже напряжены лица, там, она там, что-то, возможно, кричит, руки напряжены, она вцепилась в лямку, другой напряженно пытается что-то схватиться, и посмотрите на лицо инструктора, на его шею, на его руки, его руки достаточно расслаблены, а у ноги расслаблены, а вот, видите, как она прям вцепилась в лямку, кричит, мышцы шеи напряжены, ноги даже поджаты, и так далее, кто это заметил, оставьте плюсик, пожалуйста, видите, да, еще, то есть, вот, мы наглядно, в таком рисунке, очень детально оценили модель стресса, правильно, события одно и то же, разная оценка событий, у двух этих людей, эмоции разные, разные, физиология, согласитесь, физическая реакция, и, соответственно, разные последствия, один приземлится ему, ну, здорово, он на работе, все в кайф, все хорошо, хорошо, а другой, не знаю, там, на пол жизни еще будет вставать энурезом, встанет за их, и посидеет, и так далее, да, разве не так, могут быть разные последствия, видите, пример, одна и та же ситуация, это еще не повод реагировать за одним образом, и, когда-то, возможно, и он так реагировал, он этому научился, и любой человек может научиться по-другому реагировать на стрессовые ситуации, согласны с этим? Если да, поставьте плюсик, и научились, множество людей научились, и вы тоже можете этому научиться, неважно, какой это стресс, может быть, просто повседневный, рабочий, да, стресс, знаете, так сказать, есть такие люди, которые там выгорают от стресса на работе, поставили там клиента, начальник, дурак, гиперответственность, мало времени, там, безвыходных, беспроходных, и некоторые перегорают, пытаются от этого сбежать, убежать, там, и так далее, но, это не выход, бежать в деревню, на Бали, на Гуае, и так далее, запереться от всего мира, это не то, от себя не убежишь, конечно, в счете, и можно научиться, вполне, быть активным, целеустремленным, продуктивным, и вполне спокойно справиться со стрессом, многие великие люди, успешные люди это смогли сделать, можете и вы сделать, вот, кстати, об этом, у нас более детально, подробно, будет большой наш вебинар, позволили порекламировать, в завершение еще будет медитация, так что не разбегайтесь, самое интересное будет еще в завершении, чтобы на себе немножечко почувствовать, вот это, об этом мы будем, целых 6 дней, 6 занятий, по полтора, два часа, так сказать, будет у нас на большом вебинаре, большой вебинар у нас начнется 28 сентября, завершится он у нас только 5 октября, а потом еще через неделю, будет, или даже через две недели, будет поддерживающая встреча, то есть 7 занятие, будут задания, занимаясь понедельника по пятницу, субботов, с ксения перерыв, и потом такое большое задание, и вот, те идеи, которые я пытался донести, будут реализованы, главная идея, можно так сказать, особенность нашего вебинара, мы будем говорить о том, как справиться со стрессом, без лекарств, мы будем осваивать навыки, саморегуляции, самовнушения, и не просто там, мне хорошо, мне хорошо, там, ну, шаги, нет, мы будем говорить о том, как в разных ситуациях, на разные стрессы, мы можем реагировать, исходя из той модели, которую мы выше приводили, с этими стрелочками, оценка событий, ситуации, эмоции, физиологии, как можно на это влиять, и вот у нас будет 6 дней, если кратко о программе, можно сейчас поговорить, на сайте посмотреть, первый день мы поговорим о том, что такое стресс, потому что люди некоторые неправильно понимают, неправильные шаги принимают, для борьбы с ними, и поговорим о первых правилах, что нужно знать, чтобы справиться со стрессом, и начнем, прямо в первый же день, осваивать навыки, саморегуляции, будем отрабатывать базовые упражнения, саморегуляции, как сесть, как там лечь, как дышать, как расположить руки, ноги, как настроиться, как организовать свое внимание. Второй день, вторая наша встреча, будет посвящена вопросам, стресса, здоровья, стресса, защиты от него, как, так сказать, устранить, стрессоры, которые могут быть в наше здоровье, здесь дальше продолжим, навыки соединения релаксации. Третий день, будем, будет посвящен у нас реакции на стрессовые ситуации, на хронические стрессоры, там мы начнем вести наш журнал стрессов, короче, которого я буду предлагать им ввести как минимум месяца, может быть, даже и два, вот именно такая одна из важных составляющих, и здесь мы разберем прагматичные советы, как заниматься самовнушением, как влиять на свои эмоции, мысли и так далее. Разберем, следующий день будет у нас, почему, как работать с обидой, со злостью, как в конфликтных ситуациях реагировать, что делать-то в случае нехватки времени, заниженной самооценки и так далее. Поговорим о том, как комплексно можно работать с состояниями, и в завершении у нас будет один день, который будет вести Станислав, мы поговорим о быстрых техниках снятия стресса, когда, ну, не знаю, какие-то экстрадинарные события происходят, нам нужно для профилактики быстро привести себя в чувство, так сказать. Во-первых, по поводу журнала. Да, записывать каждый час, можно каждые два часа, можно каждые полчаса, когда есть, ну, для этого времени перерыв, остановиться, задуматься, ну, это не значит, что каждый час писать по полчаса туда. Можно быть, это маленький блокнотик, где вы прокручиваете сначала мысленным, прошедшее время, что я за это время сделал, что я делал, какие цели ставил, чего хотел, это еще и полезно с точки зрения повышения своей эффективности, некий такой тайм-менеджмент. А с другой стороны, что я при этом чувствовал, что я делал, как я реагировал на те или иные ситуации. Это можно записать кратко. Ситуация такая, это делал то-то, мыслил то-то, эмоции, реакции такие. Буквально, несколько слов. Все. Этого уже достаточно. Вот именно так. И это, да, серьезно. И на такой, знаете, во-первых, этот журнал дает такой налог, некий такой осознанности, понимания вообще, что я делаю, куда дается мое время, о чем я думаю. Многие люди, к сожалению, не осознают свои такие негативные, знаете, они просыпаются с самого утра, у них запускается программа, там, самовнушение, какие-то негативные, там, или позитивные мысли. Некоторые просыпаются с утра и думают, блин, опять на работу, опять эти пробки, опять это, там, на улице гадко, холодно и серо, и так далее, и так далее, и все у них, вот в таком, они там, что-то, все плохо, не так и не туда, они только себе накручивают, набавляют, там, запускают негативные эмоции, переживания, и так далее, можно и так жить, как говорится, жить будете плохо, но недолго, да, как говорил Ельцин, да, вот, ну, можно и так, вопрос в другом, в том, что мы можем на это влиять, с помощью самовнушения, активной, когда мы, прежде чем что-то себе внушать, нужно осознать, что у нас есть, и осознать, да, у меня это есть, у меня такие мысли, такие эмоции, вот именно так. Так, Александр, Михаил, у вас врождена такая, безэмоциональность, или уже приобретенное, качество профессии, или всего понемногу успешных, успешным, гипнологом можно стать, только есть предисположенность, в виде врожденного, успокойствия, так, порядка, мега-спокойствия, безэмоциональность, это хорошо. Ну, я не считаю, что абсолютно безэмоционально, если бы я там абсолютно не был, хотя бы минимально экспрессивным, то, даже наш был вебинар, превратился в мега-занудную лекцию, вы бы уже все отсюда разбежались, но я смотрю, вы уже почти больше часа здесь находитесь, и, все это наживное, я бы так сказал, да, могу привести пример, студенты-медики, когда впервые, первокурсники приходят в анатомку, и впервые видят, так сказать, беспрекрас человеческие тела, какие они есть после жизни, то кого-то там тошнит, кому-то плохо, противно, кто-то бросает учебу, но большинство людей, когда им говорят, ну и что, это нормально, там все взял, пошел, бери, если человек себе говорит, ну да, это нормально, да, бывает и хуже, там и так далее, то знаете, там через несколько месяцев они там уже спокойно реагируют, рядом даже едят, там, может, не успел на перемене перекусить, и так далее, фотографируются в обнимку с этими жмуриками, и так далее, все это, так сказать, наживное, я бы так сказал, да, и вопрос, главное, хотеть, знать цель, метод, к этому можно прийти, есть разные там темпераменты и прочие, прочие, прочие вещи, но все это, во многом, я считаю, может корректироваться осознанно, человеком, исходя из его, так сказать, жизненного опыта, умения, не знаю, вот я бы так сказал, на тему гипноз, да, мне кажется, что основное, в плане предпосылок, это более-менее нормальная речь, не заикаешься, не запинаешься, там, как не усиливать, более-менее, там, ровно, умеренно можешь себя вести, уже достаточно, чтобы начинать осваивать навыки гипнотизации, и дальше все получится, это во многом, знание и опыт, это технология, собственно говоря, ну что ж, и так, это по поводу нашего, вебинара, который будет большой, ну и для самых терпеливых, у нас, правда, мы уже даже больше затянулись, я предлагаю, если есть сейчас силы, желания, намерения, для тех, кто нашел в себе силы выслушать меня больше часа, я предлагаю, провести короткую медитацию, релаксацию, хотя бы минут десять, так сказать, да, так что, всему можно научиться, в этом мы и учим, на вебинарах, на семинарах, если есть возможность, желание, намерение, я предлагаю это сейчас сделать, и как это сделать, я позволю себе, прокомментировать, во-первых, пожалуйста, выключите телефоны, чтобы ничего вокруг вас не жужжало, не вибрировало, там, не издало никаких звуков, пожалуйста, закройте все сторонние окна в вашем браузере, так сказать, чтобы вот была открыта только эта вебинарная комната, все, закройте там дверь в комнату, приглушите свет, попросите, чтобы ваши близкие родственники вас не тормошили, не отвлекали, да, сядьте удобнее на стул, лучше не лежа, если есть наушники, вот типа, как у меня, воспользуйтесь, пожалуйста, ими, наушники найдите какие-нибудь, это лучше будет, попросите, чтобы вас никто не отвлекал, не дергал, тем более, там, не тормошил, когда вы там сядете, закройте глаза, и у нас будет сейчас неглубокое поверхностное, вполне достаточное погружение, вы будете слышать мой голос, все, что вы можете почувствовать за это короткое время, может быть, там, легкая отрешенность, мысли будут уходить все дальше и дальше, ваши, может быть, руки, ноги начнут слегка расслабляться, тяжелеть, дыхание будет более ровным, длине сердца более медленным, размеренным, мышцы лица будут потихонечку расслабляться, это будет потихонечку происходить, не сразу, но уже этого может быть достаточно для того, чтобы почувствовать себя внутренне, эмоционально более спокойнее, комфортнее, интереснее и так далее. Итак, если вы вот это услышали все, то, пожалуйста, поставьте плюсик, и на время медитации я отключу свою камеру, чтобы качество связи интернета и звук были получше немножечко, потому что видео в этом занимает даже больше ресурсов, чем звук, поэтому, чтобы сосредоточиться на качестве звука, я выключаю камеру, но я остаюсь с вами. Итак, и я даже поближе микрофон куда-то длину специально и сяду поближе к микрофону, такая моя минутная готовность тоже будет. Пожалуйста, сейчас просто закройте глаза, просто спокойно закройте глаза и послушайте свое дыхание послушайте свои руки, ноги и, пожалуйста, расположите их так, чтобы руки лежали на коленях или на бедрах, не надо их скрещивать как-то там. Обратите внимание, чтобы ваши ступни, ноги не перекрещивались, и ваши ступни не касались пола, не надо ноги сильно вытягивать или подгибать под себя, пускай ваши ступни стоят на полу, а руки, ноги вдоль тела, руки, ноги будут в целом вдоль тела. пускай будет опора для вашей спины лучше всего блокотиться на спинку стула, лучше всего это проделать сидя, и да, может быть, мы сидя хуже, меньше расслабляемся, но зато мы более внимательно воспринимаем те слова, те шаги, которые будут говорить. Наверное, одним из основных будет такая формулировка внушения, что все негативное, пережитый, прожитый, ушел, отдалился. Все, что вводило за обновесие, мы реагируем ровно, спокойно, размере. Вот такие формулировки. И, пожалуйста, глаза закрыты, руки, ноги вдоль тела уже, спокойно послушайте свое тело, свое дыхание, и внимательно поизучайте свои текущие мысли, свои эмоции, ощущения в вашем теле, руки, ноги, голова, лицо, шея. Словно, просканируйте свое тело сверху вниз, можно более детально послушайте ощущения в грудной клетке, в руках, в ногах, в голове, свои эмоции, мыслей. Если сейчас что-то тревожит, или беспокоит, или, может быть, отвлекает, то вы можете мысленно сначала собрать негативные эмоции, переживания, ощущения, все то со знаком минус, соберите, словно в некий ком, в некий такой негативный образ, не надо пытаться сейчас что-то глубоко проанализировать, понять, просто соберите, и представьте, как все это негативно, вы сейчас просто выдыхаете, выдавливаете, отпускаете, ну, это некое такое легкое дыхательное упражнение, и просто можете с закрытыми глазами сидя некоторое время активно подышать, прям хороший вдох, и выдох, вдох, и выдох, хорошенько подышим, мысленно представляю, как вы выдыхаете, все эти негативные эмоции, переживания, ощущения, представьте, как каждая клеточка вашего тела очищается от всего того негативные негативные эмоции, переживания, негативных мыслей, и подышите некоторое время достаточно глубоко активно, глубоко активно, это очень полезно, и такое некое сочетание дыхательной гимнастики, упражнений перед погружением, нашей такой легкой медитации, просто подышите, можно чаще, глубже, активнее, подышите хотя бы полминутки или минуты, а затем по мере готовности, когда вы немножечко подышали, когда вы хотя бы частично отпустили эти внутренние эмоции, мысли, постепенно начните дышать более ровно, спокойно, более ровно, спокойно, и пускай сторонние мысли постепенно отдаляются, а вы можете представить внутренние какие-то более-менее спокойные, приятные картины вашей жизни, ситуации, и пускай этот пример, ваш образ, позитивные воспоминания, успокаивает вас, пускай это позитивное воспоминание позволяет выписать все те сторонние негативные мысли, может быть эмоции, переживания, вы можете некоторое время выбирать, находить, искать эти позитивные приятные воспоминания, события, эти примеры, которые вы начинаете думать, то ваши эмоции, ваше тело постепенно начинают по-другому реагировать на происходящее, и что-то постепенно отдаляются и уходят, и постепенно дыхание становится более ровным, спокойным, а ваши мысли становятся более позитивными, эти мысли просто отдаляются, текут более ровно, спокойно, размеренно, и все эти негативные события, мысли, эмоции просто постепенно отдаляются, уходят, отдаляются, уходят, и ваши мысли о тех позитивных примерах, воспоминаниях, событиях, может быть, о том месте и времени, где вам было приятно, спокойно, то место, где вы, возможно, чувствуете себя уверенно и спокойно, размеренно, и с коледым выдохом, вы погружаетесь все глубже, глубже, и вы можете про себя на выдохе, удерживая позитивный образ, повторять фразу, слово спокойствие, уверенность, спокойствие, красиво, и это не сон, это активное состояние, вы можете слышать меня, и это может быть очень интересным, удивительным состоянием, когда тело спит, отдыхает, а разум бодрствует, и полет вашего воображения, фантазии, наоборот, разворачивается в полной мере, и дыхание ровное, спокойное, размере, удерживаем позитивный образ, и про себя, повторяем фразу, уверенность, спокойствие, уверенность, спокойствие, уверенность, и дыхание становится более ровным, спокойным, посторонние мысли, эмоции постепенно уходят, отдаляются, наше дыхание постепенно становится более ровным, и спокойным, ровным, и спокойным, размере, и пульс становится реже, дыхание реже, постепенно, медленно, почти незаметно, а все замедляется, мысли отдаляются, уходят все дальше и дальше, а ваши руки постепенно тяжелеют все больше и больше, и больше, постепенно, отдаляются, и вы постепенно, и вы постепенно, ваше тело, расслабляется, и сначала расслабляются руки, ноги, сначала только пальцы, и это может ощущаться, как чувство тяжести, как чувство тяжести, а может быть тепла, и обычно первые на тепло реагируют руки и ноги, тепло там, где ваши руки и ноги касаются вашего тела, тепло там, где ваши руки и ноги касаются вашего тела, отдых, приятно, глубоко, отдых, легкое, поначалу еле заметное тепло и тяжесть, начинают подниматься по вашим рукам, по вашим ногам, приятное тепло и тяжесть, могут появиться в ваших руках и ногах, отдыхать, приятно, глубоко, отдыхать, отдыхаем, отдыхаем, расслабляемся все больше и больше, и в любой ситуации, где бы вы не были, на все то, что ранее раздражало или выводило из равновесия, вызывало какие-то негативные эмоции, день и до дня, постепенно, не сразу. На все это мы реагируем более ровно, спокойно, нейтрально, уверенно. Все то, что ранее раздражало или выводило из равновесия, быть то дома, на работе, на улице, еще где-то, на все это постепенно, день и до дня, стараемся нужен реагируем более ровным и спокойно и гу еще чуть глубже входим в состояние состоянии легкого покоя расслабление релаксация и ваше тело реагирует медленно и спокойно. Медленно и спокойно. И ваши внутренние мысли и эмоции текут более ровно и спокойно. Постепенно шаг за шагом ваше тело расслабляется. Все ваше тело. Все на ваше тело. Постепенно, медленно и спокойно. Постепенно, медленно и спокойно. Ваше тело расслабляется и вы отдыхаете. Расслабляетесь и отдыхаете. Чувство внутреннего покоя наполняет каждую клеточку вашего тела. Вы внутренне ослабляетесь. Отдыхаете. Приятно и глубоко. Приятно и глубоко. Отдыхаете. Расслабляетесь. Чувство глубокого покоя. Чувство глубокого покоя. Постепенно наполняет все ваше тело. Все ваше тело. И все эти ежедневные, повседневные события, заботы. На все это день и до дня стараемся, можем, реагируем более ровно, спокойно. На все происходящее стараемся, можем, смотрим. Более рациональным, более мудрым, спокойным взглядом. Взглядом более опытного, мудрого человека. И глубже, чуть глубже погружаемся в легкое или заметное состояние. Вы слышите мой голос. Слушайте свое дыхание. Внимательно слушайте свое дыхание. И вдох более активный, выдох пассивный. На раз, вдох. На два, три, выдох. На раз, вдох. На два, три, выдох. И постепенно выдыхаем. Отпускаем. Все то стороннее, что мешало, отвлекало. И пуская все то же. Уходит. Уходит. Отдаляется. Уходит. И отдаляется. Уходит. И вы просто расслабляетесь и хотя бы на время позволяете себе отпустить те мысли, те заботы, те переживания. Которые были когда-то. И на все то в повседневной жизни, на типичные события, моменты реагируем более ровно, спокойно и уверенно. И слушаем свое дыхание. Руки, ноги. И через некоторое время я помолчу. И отдам вам некоторое время побыть наедине с собой. Вы просто продолжаете слушать свое дыхание. Может быть биение сердца. Внимательно послушайте свои руки, ноги. И вы чувствуете более напряжены или расслаблены. И чувствуете, чувствуете эти ощущения тепла ваших рук там, где не касаются ваших рук. Просто спокойно подышите. Я помолчу буквально минутку. И через некоторое время, по мере завершения, вы можете просто сделать чуть более глубокий вдох, выдох, потянуться. И голова ваша по завершению будет более ясной, свежей. А вот они, состояние воли спокойно, размеренно. И послушайте хотя бы минутку свое дыхание. Руки, ноги, свое тело, береднее сердце. И по мере завершения утренней работы, плавно поднимем руку, подтянемся. Завершив работу, поставим в чате плюсик. Я пока помолчу. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода Хорошо. И постепенно завершаем. Пожалуйста, поставьте нам цифру 1 или 2, чтобы я видел что-то. вы завершаете лучше циферку чтобы их можно было плюсики отделить из предыдущих ну пожалуйста у нас есть еще немножечко времени прокомментируйте что чувствовалось как ощущается сейчас хотя у нас пока еще нет навыков погружения как как прошли эти наши 15 минут как вы ощущаете себя вот до после что происходило во времени ну и если есть какие то вопросы тоже прокомментируйте нас это напишет хорошее расслабление хочу обратно хорошо отлично пожалуйста прокомментируйте в чате александр пишет расслабился намного лучше легкость появилась умиротворение людмила тепло ровно отлично вот эти самые состояния если посмотреть на то что те эпитеты которые пишут они являются некой такой противоположностью стрессовой реакции правильно это вот такой наглядный пример которые кроме вот такой теоретической составляющей которые мы сегодня делились вы можете на себе почувствовать то ощущение тепла тяжести может быть это уже признаки расслабления вашего тела это уже благотворно влияет наше эмоциональное состояние пожалуйста прокомментируйте тоже вот напишите каждый у кого что происходило погружение средней глубины хороший шоу согрелся чуть сплотела даже спокойствие ясность головы отлично вот эти замечательно ну чтож если есть кому что-то написать прокомментировать пишите если есть какие то комментарии вопросы то пишите ну и позволю напомнить те кто есть у нас не были еще на нашем большом курсе антистресс реваксации быстрое восстановление тут наш курс начнется 28 сентября мероприятие совместно с академии вебинаров так сказать проходит это доставляет площадку и другое так что присоединяйтесь успеваете дмитрий может в чате он написать кстати ссылку на вот более подробное описание дмитрий пожалуйста скопируйте ссылку в чат дмитрий как раз является координатором этого вебинара ну большого который будет так далее итак если есть вопросы по теме пожалуйста спрашивайте с удовольствием отвечу жду еще минут пять десять вот ну и видите что 15 минут позволю уже себя могу лучше почувствовать правильно то есть полезный навык также поэтому я рекомендую его освоить навык который позволяет во-первых сберечь свои нервы научиться расслабляться снимать стресс справляться со стрессами позволит достаточно качественно изменить состояние так сказать свое и искать своей жизни влиять на свою жизнь более качественно поэтому очень рекомендую кстати прежде чем заняться гипнозом гипнотерапия как раз первое с чего начало как ни странно со своими навыков саморегуляции этим занялся заинтересовался еще в девяносто восьмом году вполне успешно только на это пришлось так сказать больше времени потратить чем сейчас на это мои ученики потому что на своих ошибках многому учился вот этим я могу поделиться в нашем вебинаре главная идея напоминаю это как с помощью навыков самовнушения релаксации самогипноза быстро отдыхать восстанавливаться не отношение к тем или иным стрессом находить рациональное решение менять свое поведение до занятия планируется в 20 00 по московскому времени будет проходить совершенно верно начинается 28 сентября график будет 28 это понедельник с понедельника по пятницу субботу воскресенье перерыв потом 5 октября 6 занятия со стасом будет а и поддерживающая встреча через две недели там отдельно такая наша составляющая хорошо спасибо сергей за отклик да 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 можете вот на академии вебинаров записываться можете через мой сайт подавать абсолютно одинаково что здесь что там так что кому где удобно там пожалуйста включаетесь процесс ну что ж спасибо за внимание если нет вопросов то на этом пароль откланяться если будут вопросы кстати можете писать через мой сайт через вот в ответ на рассылки приглашение получали тоже ответим в принципе с удовольствием ну что ж да спасибо за внимание до новых встреч ну и буду рад увидеть на большом вебинаре по антистрессу ну что ж спасибо ну что ж пока до новых встреч а